Тема нашей сегодняшней видео лекции современный литературный процесс. Но перед тем, как мы начнем говорить непосредственно о современном литературном процессе, необходимо сказать про закономерности развития художественной литературы. Итак, с поставления истории многих национальных литератур показывает, что все они, ну так скажем, каждая по-своему, проходят в своем развитии аналогичной стадии. Отсюда вытекает предположение, что развитие национальных литератур имеет определенные общие закономерности. И одной из основных задач теории литературы, не путайте не истории литературы, а именно теории литературы, является как раз таки установление и обоснование таких закономерностей развития мировой литературы. Это позволит лучше и глубже понять специфику литературы, наметить дальнейшие перспективы литературно-художественного развития человечества. Но стоит также отметить, что каждая национальная литература развивается в силу своих собственных и особенных закономерностей. По-своему, эта вот национальная литература проходит определенные общие стадии развития. И стадии развития национальной литературы соответствуют стадиям исторического развития общественной жизни того или иного народа. Но опять-таки литература и искусство развиваются не только под воздействием так скажем общественной жизни. Много есть других факторов, которые тоже влияют на развитие литературы и на становление литературного процесса. И огромное влияние на писателей оказывает сложившаяся уже литературная традиция как национальной литературы, так и мировой литературы. А также художественный опыт других народов. То есть смотрите, мировая литература может влиять на какую-то конкретно национальную литературу. Но опять-таки, чтобы стать представителем традиции литературной, необходимо и мировую литературу в себя как-то вот вобрать мировую на традицию литературную, а также внести в нее что-то новое. Иначе просто не будет возможности стать компонентом вот этого вот мирового канона. Канона как раз-таки есть такая традиция. При этом это своеобразный литературный талон, на который равняются и с которого берут, ну так скажем, пример. Прекрасный как раз-таки пример канона литературного. Это Шекспир, это Данте, это и Бальзак тоже с его человеческой комедией. У нас выделяются такие персоны канона, как Толстой, Достоевский, то есть эти писатели смогли себе подчинить традицию, так скажем, вобрать в себя литературную традицию, сделать ее своей и войти в эту традицию с чем-то новым, то есть внести в нее что-то такое перспективное, новое, что пополнило вот этот вот комплекс представлений, воззрений о литературе и о мире. Потому что в первую очередь автор пытается ответить на ключевые вопросы мироздания, определить мироздание, сделать его более понятным. И когда автор этим занимается и вносит что-то новое, какой-то новый взгляд открывает, то, конечно же, он становится представителем канона и сам становится каноном своего рода. Так вот, возвращаясь к закономерностям развития художественной литературы. Мы сказали, что огромное влияние на писателя оказывают сложившиеся литературные традиции мировой литературы и каких-то конкретных национальных литератур. И вот, например, творчество Александра Сергеевича Пушкина не выводимо лишь из социально-исторических условий русской действительности первой и третьей девятнадцатого века. То есть, там было, опять-таки, много других факторов, которые повлияли на его художественную действительность, вторичную действительность. Вот, Пушкин явился творческим наследником, так скажем, художественных завоеваний и возрождения. Представитель возрождения как раз-таки это у нас Шекспир, прекрасный представитель канона. он транслирует через себя по сути все возрождение. Также Пушкин является наследником художественных завоеваний и просвещения. Прекрасные представители просвещения это Вольтера Руссо. И также Пушкин является наследником и романтизма. А представители романтизма самые яркие, самые потрясающие это Байрон. Ну, и Лермонтов тоже у нас унаследовал некоторую байроническую черту, атмосферу, направленность. Да, конечно, были такие речи, что он не Байрон, он другой. Но так или иначе, мы видим таких же персонажей, как Чайлд Гарольд, которые тоже являются личными людьми. И они тоже находятся в процессе, так скажем, путешествия и для Байрона, и для Лермонтова, и для Пушкина тоже очень важна мифологема пути, мифологема дороги. Она входит в состав их системы художественной и играет такую, так скажем, ключевую роль в организации вот именно художественного процесса. так. И вот как раз таки осваиваем лучшие художественные достижения и культуры прошлого, и, конечно же, культуры настоящего, потому что художник не может быть в отрыве от настоящей своей действительности, от настоящего времени, от того, что его окружает непосредственно. В общем, все это усваивая, и Пушкин, и Лермонтов остаются самыми ведущими фигурами, ключевыми фигурами своего времени, а также вместе с этим они не перестают быть самими собой. То есть подчиняя себе традицию, автор все-таки не лишается мировой литературы традиции и национальной литературы тоже, потому что они же также и занимались осмыслением литературной действительности и отечественной, не только мировой в принципе. Так вот, занимаясь вот таким осмыслением и обладением того уже известного и доступного, что есть, они остаются самими собой. Это самое главное, не потерять свою индивидуальность и остаться верным все-таки своим принципам. При этом используя те знания, которые, ну не только знания, да, опыт, опыт, литературный опыт, который уже имеется в контексте культуры. Они не утратили оригинальность и внесли огромный вклад в художественное развитие человечества и в развитие литературы. Или, например, Лев Николаевич Толстой формировал свое отношение к жизни не только под воздействием событий по реформенной истории России. Он испытал сильное влияние с позиции естественного человека. То есть эта позиция была у Руссо, и мы можем сказать, что Руссо очень сильно тоже повлиял на Толстого. И вот как раз-таки позиция естественного человека, она реализуется в творчестве Толстого посредством опять-таки концепции, которые разрабатывал Руссо. Ну и другие просветители также этим занимались, что была такая тенденция. Но как художник Толстой опирался на опыт многих мастеров слова, и вот этот естественный человек, он просто входит в контекст творчества Толстого. И многие другие концепции, например, концепции Стендаля, его батальные сцены, они также вошли в контекст творчества Толстого. Они просто становятся его, так скажем, вспомогательными компонентами, которые реализуют непосредственно идеологический посыл Толстого. Но так или иначе, он подчиняет себе эту традицию, он подчиняет себе то, что уже было в корпусе литературном до него, делает это своим. И вместе с этим не теряет оригинальности и остается опять-таки самим собой. Да, батальные сцены у Стендаля потрясающие, но если мы читаем Толстого, мы видим, как у него они раскрываются и раскрываются вот именно с национальным окрасом. то есть это что-то от Стендаля, но не до конца, не на 100%. Все равно там будет Толстой, все равно это будет краска Толстого, коннотация Толстого. Но вместе с тем, вот я уже говорила вам, что не только происходит накопление опыта из источника мировой литературы, но также и национальное тоже влияет на писателей. Вот, например, у того же Толстого есть обращение к Лермонтову и есть обращение к Пушкину. У Лермонтова он наследует анализ душевных переживаний, а у Пушкина он наследует быстрое, ну, так скажем, развертывание сюжета. То есть, опять-таки, вот эти вот компоненты он просто себе берет на вооружение для того, чтобы лучше реализовать свой замысел. Но делает он, конечно же, это не сугубо как Пушкин, не сугубо как Лермонтов, а как Толстой, просто преломляя под себя их уже состоявшийся литературный опыт. Но стоит также сказать, что основное в проблеме преемственности литературы не технические приемы, а, ну, так скажем, освоение науки, понимания и изображение жизни и место человека вне позиции своего времени. Что от своего времени, как я уже до этого говорила, человека отрывать нельзя ни писателя, ни читателя. Кстати, к этому же обращается теория дискурса, если мы немножечко заглянем на территорию лингвистики, то есть необходимо все-таки учитывать контекст эпохи, в которой находится личность. Так вот, новое историческое содержание всегда требует для своего воплощения новых художественных форм. И вот даже если бы писатели, для которых актуальная действительность была одна, и они обращались бы к другой актуальной действительности, которая была актуальна для других писателей, для их, так скажем, литературных что ли предков, и если бы они все это реализовывали в контексте своей действительности, событийности, современности, это было бы не совсем адекватно и не совсем востребовано, потому что их читатель требует того, что отвечает, отвечало бы их запросам на сегодняшний день. То есть появляются новые вопросы, появляются новые предположения, появляются новые взгляды, и, конечно же, писатели должны соответствовать своей конкретной эпохе. Кстати, перед тем, как мы продолжим говорить, необходимо все-таки дать, наверное, определение литературному процессу, чтобы у вас это тоже закрепилось, чтобы вы понимали, в принципе, о чем мы говорим, что мы уже сказали про закономерности развития, и, по сути, это вот все есть составляющая литературного процесса. Смотрите, литературный процесс вообще это сложная система литературных взаимодействий, и особая картина формирования, функционирования и смены различных литературных направлений. Чтобы вы понимали, что это в принципе такое, чтобы вам наглядно привести такой пример, за которым далеко ходить не надо, и который вы постоянно так или иначе реализуете в рамках школьной программы. Это изучение поэтов, писателей, в принципе, освоение литературы через разделение ее на направление. Когда вы в школе, сидите на уроке и слушайте учителя, учитель вам рассказывает про конкретный литературный период, про конкретное направление, и в рамках этого направления выделяются конкретные писатели, которые используют конкретно художественный метод. Например, классицизм. После классицизма у нас идет сентиментализм, после сентиментализма у нас идет романтизм, после романтизма реализм, и там дальше происходит нечто удивительное, происходит модернизм. В нашей национальной литературе мы выделяем такие поднаправления в модернизме, как акмеизм, символизм, футуризм, мажинизм. А потом у нас наступает постмодернизм. Но это вот если мы обращаемся к школьной программе, я думаю, вы прекрасно это знаете. Если же мы говорим чуть-чуть выходя за школьную программу, то мы обнаруживаем следующее, например, у нас не обнаруживает, мы обнаруживаем не обнаружение, можно так сказать, не обнаружение, например, такого направления, как рококо, барокко. То есть, это все было на западе, у нас, к сожалению, это все не актуализировалось, не реализовалось. Да, вы можете встретить в различных научных пособиях выделение, например, барокко как направления, есть такое, есть такие, так скажем, научные исследования, которые выделяют это направление. Но все-таки, когда мы говорим о нашей отечественной литературе, то мы говорим про направления, которые я назвала ранее. Рококо, барокко, декаданс, к сожалению, а может быть, к счастью, кто знает, мы не выделяем. Но они выделяются в рамках мировой литературы и, разумеется, у них есть свои корифеи и своя плеяда. Например, у декаданса это Бадлер, символизм, например, это Рэмбо, Верлем, Матерлинг, Натурализм, Золя. У нас, конечно, тоже можно встретить и натурализм, и очень много поднаправлений на 20 веке, но это все частности. А вот стереотипное понимание литературы, конечно же, оно ригидное, редуцированное, не всегда правильно понимать литературу в контексте школьной программы, но так или иначе, у нас очень много направлений вот такого характера и авангардизм тоже присутствуют, но в контексте разговора о мировой литературе там, конечно, обнаруживается намного больше направлений, нежели в контексте нашей национальной литературы, это, в принципе, себе такая адекватная норма. Конечно же, если мы говорим про общность, а не про частность, эта общность, она обнаруживает в себе квинтенсацию многоуровневости. У нас же эта многоуровневость присутствует, но она несколько редуцирована по отношению к мировой литературе. И даже если мы будем говорить про литературу, например, немецкую или про литературу французскую, там также обнаруживается некоторая редуцированность и ригидность по отношению к мировой литературе. Это абсолютно нормально. Кстати, необходимо так считать определение, наверное, и литературному направлению. Смотрите, литературное направление – это объединение писателей на основе общего художественного метода изображения жизни, изображения действительности. Художественный метод, в свою очередь, это совокупность принципов отбора изображения, анализа и оценки явлений действительности. Буквально определенные принципы, руководство, точнее, писатели руководствуются определенными принципами для того, чтобы изобразить более доступно их действительность. И, разумеется, у каждого свой художественный метод. Также необходимо отметить, что названия литературных направлений и методов, на основе которых они выделяются, совпадают. И литературное направление возникает лишь тогда, когда группа писателей той или иной страны или, кстати говоря, эпохи объединяется на основе какой-то определенной творческой программы и создает свои произведения, ориентируясь на эту как раз-таки программу, на положение этой программы. И это способствует большой творческой организованности и законченности произведений этих авторов. И такие творческие программы впервые появились в 18 веке в литературе так называемого нового времени. И из того же периода начинают выделяться и литературные направления, первым из которых был классицизм для нашей отечественной литературы. Но про классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм вы более-менее знаете из своей школьной программы. Я предлагаю вам поговорить про современный литературный процесс, потому что данная зона литературы является такой, так скажем, зоной туманности, неоднозначности, неопределенности. И в принципе некоторые исследователи считают, что литературного процесса на сегодняшний день к сожалению нет, потому что опять-таки он такая что ли пустая лакуна, которая наполнена всякой всячиной. Поэтому она и пустая, потому что смысла как будто бы в ней нет. Но мы все-таки придерживаемся того мнения, такого мнения, что литературный процесс есть. Поскольку есть современный человек, репрезентант современной культуры, а если это репрезентант современной культуры, то, собственно говоря, есть и культура. А если есть культура, то есть и современный литературный процесс. Потому что литература это саморефлексия культуры. Через литературу культура пытается познать сама себя. И вместе с культурой пытаемся познать и мир, быт, бытие, а также себя, и мы, читатели. То есть единицы этой культуры, которая пытается познать саму себя. И как ее репрезентанты мы тоже этим занимаемся, процессом познания. И чтобы познать то или иное проявление бытия, а также само бытие, мы обращаемся непосредственно к литературе, которая ставит перед собой такую задачу определить, детерминировать, опосредовать и установить ясность, так скажем. Но сейчас с этим, конечно же, есть проблемы, потому что на сегодняшний день литература немножечко поменяла свою направленность. И мы сейчас об этом, конечно же, поговорим. И в силу этого, что литература, в принципе, не является таковой, какой была, например, в XIX веке, и совершенно по-другому себя реализует, в силу этого к ней направлены определенные претензии. Предъявляют исследователи, собственно говоря, следующие претензии. Итак, первая претензия – современная литература перестала решать нравственные задачи, вышла из пространства художественной дидактики. Если в XIX веке Толстой, Достоевский ориентировались на то, что им необходимо читателя воспитать должным образом, подсказать им нравственные ориентиры, выстроить путь определенным образом, путь человека, то есть направить его в векторно, в каком направлении именно ему развиваться, подсказать ему, в какую сторону поворачивать, чтобы не быть тварью дрожащей и право имеющей тоже. Вот как необходимо себя организовать, чтобы быть золотой серединой и не нарушать чужую свободу, и при этом свою свободу также не вводить в проблемную что ли зону, чтобы и она была в порядке. Как в принципе оставаться человеком с большой буквы, помогать также быть другим людям, определенно ориентированными личностями, то есть не только себя как-то развивать нравственно, но и другим тоже помогать нравственно развиваться. Так вот, современная литература и современный автор не интересуются этим, они не ставят перед собой следующие задачи, то есть для них не важно, как они вас нравственно организуют, им не важно преподать вам какие-то конкретные жизненные уроки или нежизненные уроки, метафизические, возможно, уроки. То есть они этим не занимаются, их это не интересует, потому что литература современная, она вышла из пространства художественной дидактики, она не решает уже нравственные задачи, автор не будет вас учить и воспитывать, автора в принципе в тексте на сегодняшний день в основном нет. Вторая претензия. Литература слишком пессимистична, заставляет читателя останавливать взгляд на мрачных сторонах существования. В принципе сейчас, на сегодняшний день, наше бытие является достаточно пессимистичной проблемой, зоной, которая, увы, не отличается чем-то светлым и чем-то приятным, потому что все мы вынуждены работать и все мы находимся в состоянии общества потребления. Мы потребляем, потребляем и потребляем, и нам нужны постоянно симулякры, чтобы чувствовать себя в порядке, потому что если мы пользуемся оригиналами, ну кто-то, конечно, тяготеет к оригиналам и очень сильно, но если мы пользуемся оригиналами, то при потере оригинала у нас происходит такая неприятная истерия. Так вот, нынешнее бытие, в принципе, мыслится как потенция разрушительного начала. То есть мы предполагаем, что в конечном итоге все завершится событием апокалиптического характера. То есть мы стремимся к катастрофе. Апокалиптический, если что, это как раз-таки что-то, что предполагает апокалипсис, катастрофу. Это продиктовано разными факторами и фактором религиозным, потому что в конце нашего бытия с точки зрения религии будет апокалипсис, рагнарек, то есть конец человеческого существования. Но конец это лишь форма процесса, которая предполагает дальнейшее начало, с нового листа, так скажем, обновить бытие и все начать с табул раса. Но помимо религиозного такого подхода, есть подход еще и с точки зрения научного прогресса. То есть все мы знаем, что есть такое явление, ядерный взрыв. И вот после ядерного взрыва, хоть и есть чистый лист, но это не совсем чистый лист, это лист обожженный и с пеплом, что ли, на своих просторах. Так вот. Многие книги содержат в себе эту идею. Они выражают в себе и катастрофы, и пессимистичное настроение человечества. Если вы откроете роман Маккарти «Дорога», вы столкнетесь как раз таки с этими пессимистичными коннотациями. Не буду вам спойлерить. Роман в принципе очень сложно организован с точки зрения атмосферы. Там как раз таки произошел ядерный взрыв, и люди вынуждены выживать после этой катастрофы. В конце, конечно, Маккарти дает интересное разрешение этой проблемы. Точнее, он не дает разрешения, но он подсказывает, через что возможно разрешение проблемы существования человека в таком контексте бытия. Но так или иначе, очень много событий в книге пропитано именно вот такими пессимистичными нотами, пессимистичным настроением, за которые, за эти события, конечно же, цепляется взгляд читателя, останавливается на этих событиях и впитывает в себя, в свою картину мира то, что происходит в книге. Даже если мы обратимся к нашей отечественной литературе, мы встречаем ту же ситуацию. Я не буду говорить уже про полярную сказку, это массовая литература, и многие люди, которые все-таки обладают эстетическим вкусом, умеют выбирать, они предпочитают не читать мятную сказку полярного. Но если мы, например, открываем Сорокина, Телурию, мятная сказка, я говорю почему, потому что по своему выражению формальному, она в принципе пессимистична, и ее осмысление также пессимистично. Если мы открываем Сорокина, Телурию, то наблюдаем такую же ситуацию. Не особо, конечно, она заметна массовому читателю, потому что книга в принципе ориентирована на массового читателя, и скорее всего массовому читателю будет интересно ее читать и смешно. А вот если человек, который в принципе понимает суть происходящего и умеет считывать подтекст, умеет декодировать культурный код и код литературный, то ему будет не особо смешно читать данное произведение. И его взгляд так или иначе будет останавливаться на событиях книги, которые в принципе содержат в себе вот это катастрофичное начало, апокалиптическое начало. Третья претензия – современная литература не способна предложить героя, которого мы привыкли называть положительным. Если литература XIX века, даже если мы говорим про реализм, придерживалась монохромного деления, то есть положительные и отрицательные герои, даже если мы говорим про реализм, да, там типичный герой, но так или иначе есть герои, которым симпатизирует автор, потому что автор еще есть в тексте, он им симпатизирует, и иногда такие герои являются точкой зрения на происходящее в книге. И в принципе репрезентируют авторское видение ситуации и авторское мнение, конечно же, позицию автора в принципе представляют. И эти положительные герои в принципе вычленяются и обнаруживаются. Так вот, в современной литературе нет положительного героя. Героя в принципе нет, он как будто бы растворяется в множестве героев. Мы еще об этом поговорим. В принципе, в современной литературе очень трудно предложить какого-то конкретного героя, которому мы бы симпатизировали. Даже если мы начинаем симпатизировать такому герою, в конечном итоге выясняется, что он весьма неположительный. И, конечно же, у нас появляется отторжение к персонажу. Четвертая претензия. Слишком инертна данная литература и бедна по сравнению с другими формами культурного сознания. Так вот, смотрите. Если ранее литература была мощным продуктом деятельности сознания, то на сегодняшний день она хоть и является продуктом деятельности сознания, но не настолько мощной, насколько была в прежнее время. Редуцирована и форма, и содержание также редуцировано. Претерпевает деформацию и план факта, и план смысла. Изобразительно-выразительные средства. Композиция. Тема. Тематика. Проблематика. Система мотивов. Нарративы. Все это немножечко, ну так скажем, ослабевает по сравнению с предыдущими направлениями. Например, если мы сравниваем современный литературный процесс и литературный процесс рубежа веков, 19 и 20, то мы сталкиваемся с такой проблемой, что в зоне модернизма обнаруживается высшая алгебра метафор, а в зоне современной литературной действительности, к сожалению, мы обнаруживаем игру, деконструкцию и множество версий. А также индотерманентность и наличие истин с маленькой буквы. Тоже об этом еще поговорим. Поэтому, как бы, и выдвигается такая претензия, предъявляется претензия к современной литературе, что она слишком инертна и бедна. Она уже не предпринимает попыток себя организовать должным образом. И формальное выражение страдает, и содержательное тоже. Пятая претензия. В литературе много разных версий и деконструкций, но мало жизненной правды. Литература уже не отражает жизнь как таковую. Она не отвечает на вопросы, точнее, не ищет ответы на вопросы жизненного характера и метафизического характера. Литература устала это делать. Сейчас в литературе много версий, разных версий. И это восходит к, в принципе, проблематике, которую еще затрагивает Камю в свое время. И выражает он это в следующей цитате. В мире много истин с маленькой буквы, но нет истины с большой буквы. Возможно, это все детерминируется нитшанской философии, потому что Нитша убил Бога и убил Абсолют, к сожалению. И все рассыпалось, разбежалось, разлетелось и появилось множество версий. То есть вот эти истины с маленькой буквы появились. Множество истин с маленькой буквы обнаружилось. И нет истины с большой буквы. Нет конкретного Абсолюта, который все бы определял и все бы оформлял таким образом, чтобы это было понятно и приемлемо. К сожалению, этого сейчас нет на сегодняшний день. На сегодняшний день есть истины с маленькой буквы. У каждого человека своя маленькая истина. И каждый человек живет согласно этой истине. И читает он также согласно этой истине. И текст организуется также согласно какой-то конкретной маленькой истине. А может быть в тексте несколько истин, которые реализуются в многоуровневости именно этого текста. Например, если вы откроете хазарский словарь Павича, то вы столкнетесь с этой проблемой, что там есть несколько разных версий. И вам надо выбрать какую-то одну версию. Хазары в принципе выбирали веру. И в зависимости от вашего прочтения у хазара будет какая-то конкретная вера. Кстати, киноиндустрия тоже страдает этим. Например, фильм «Легенда», «Я легенда» предлагает две разные концовки. «Happy End» и «Sat End». Если вы, например, любите счастливые концовки, вы можете выбрать «Happy End». Если же вы не особо любите счастливые концовки и предпочитаете здоровый пессимизм, то вы выбираете «Sat End». Не буду опять-таки спорить, вдруг кто-то не смотрит. Так вот, это что касается разных версий. Что касается деконструкции. Не стоит путать понятия «деконструкция» и «деструкция». «Деконструкция» – это разборка и новая сборка. «Деструкция» – это разрушение. Термин «деконструкция» восходит к Доридде, к его труду письма японскому другу. Можете тоже с ним ознакомиться, чтобы лучше понять, что у себя представляет деконструкция. Если вы желаете познакомиться с текстом, который воплощает в себе идеи деконструкции, то вам стоит открыть падущую собаку Бартлами и столкнуться с тем, что в тексте в принципе нет смысла. План смысла редуцирован. Есть идея. Идея разобрать текст и собрать заново. И посмотреть, что из этого получилось. Сейчас на самом деле очень сложно быть писателем, поскольку все уже создано и все уже прописано. И что-то новое создать на самом-то деле тяжело. Но у нас есть такая возможность, потенция поиграть с тем, что уже существует. И через эту игру обнаруживаются новые литературные возможности. Новые тексты создаются благодаря и на основе этой игры. Так вот. Шестая. Претензия к современной художественной литературе. Великая литература прошлых веков не сделала русскую жизнь светлее. А литература, свободная от истинных художественных потрясений, и тем более не сделает. Совсем нет гениев, исчезли творцы, готовые умирать за собственные сюжеты. Одни игроки и ремесленники остались. Если ранее творцы основывались на страдании, в принципе делали страдания своей основной, ну так скажем, жизненной составляющей. На сегодняшний день писатели это игроки и ремесленники. Их заботит деконструкция, их заботит наличие разных версий в тексте. То есть они играют, разбирают текст, собирают заново, делают книгу резомой, а не конкретным древом с конкретным корнем. Это лишь резома, это лишь прецедентные феномены, которые входят в контекст художественной системы и обнаруживаются в этой системе. То есть это, в принципе, игроки, которые играют в конструктор. Это не страдальцы, которые претерпевают в процессе своего бытия, каторсист, который потом сублимирует свои тексты. И смотрите, также что мы обнаруживаем в этой претензии. Если ранее великая литература, ну, допустим, русская литература прошлых веков, никак не повлияла на русскую жизнь, не сделала ее светлее, потому что, ну, что делает литература? Она ищет ответы на метафизические сложные острые вопросы и пытается человеку объяснить его бытие, вообще бытие. И, в принципе, пытается ему подсказать, как быть и зачем быть. И раз такой огромный корпус текстов не смог подсказать человеку, не смог детерминировать бытие, не смог его определить и сделать человеку понятным, то, разумеется, литература свободная от конкретных истин с большой буквы, от истины с большой буквы и от художественных потрясений, от открытий художественных. Смотрите, то есть у литературы уже все написано, в контексте литературы, все написано, все сделано. Ну, представьте, за вашими спинами стоит Толстой, стоит Достоевский, Пушкин, Лермонтов. Конечно же, спине не особо приятно. Ну, нет, конечно, приятно это читать, но если вы творец, то спина покрывается мурашками. И вы просто сталкиваетесь с проблемой следующей. А что мне писать, что мне делать, как мне говорить, если такие великие гении уже все сказали и все сделали. Поэтому спине и становится неприятно, потому что она находится в творческом кризисе и вообще не знает, что ей делать. Так вот, если они ничего не смогли все-таки определить для человека, что человек постоянно и на сегодняшний день находится в состоянии невесомости, что ли, и метафизически себя не может никак опосредовать, и не может себе как-то вот бытие, что ли, для себя, точнее, определить, и не может организовать свою жизнь должным образом, то вот эта свободная литература от всех потрясений, от катарсисов, от открытий новых литератур, но на самом-то деле очень сложно на сегодняшний день что-то новое внести в весь этот корпус уже состоявшихся текстов и конкретных персон литературных. Так вот, свободная от всего вот этого литература, тем более не сделает нашу жизнь лучше, и тем более не подскажет человеку, каким ему быть, и как справляться с, например, ужасом смерти или с ужасом существования, ну, вопросы, конечно, экзистенциальные, но так или иначе, она, скорее всего, не определит ни его, ни бытие. То есть и человек, и бытие остаются также неопределенными и непонятными. И это, конечно же, страшно. Литература – дело несерьезное, зыбкое и небезопасное. По сути, поскольку, когда человек читает современные тексты, он, скорее всего, общается с пьяницами, самоубийцами и неудачниками в аспекте жизни. Не в аспекте творчества, в творчестве они могли состояться, а вот по жизни они могли себя полноценно и не проявить. И, по сути, творчество многих современных писателей – это лишь исповедь неполноценных людей. Неполноценных, опять-таки, повторяю, зоны, господи, с точки зрения их житейской реализации. Так вот, сможет ли читатель стать счастливым человеком, если он читает литературу, которая была сделана, сотворена таким непосредственно писателем? Не особо счастливым человеком, самоубийцей, пьяницей. К сожалению, на сегодняшний день писатели являются таковыми. Я не спорю, что, в принципе, литература и персоны, которые её представляют, не всегда были счастливыми людьми. У них, в принципе, страдание входило в бытие как основная составляющая. Но так или иначе, раньше хотя бы они могли что-то светлое внести. У них была, в принципе, надежда и были ориентиры на преобразование бытия. На сегодняшний день писатели, к сожалению, уже не видят различные пути разрешения тех или иных проблем. То есть уже, в принципе, писатели не надеются, не ждут, не верят, а просто выражают ту самую данность, которая обнаруживается в рамках нашей действительности. И, кстати, это также относится и к пессимистичности, о которой уже сегодня было сказано. Так, следующее, что необходимо знать о современной литературной ситуации, это то, что общая мировая литературная тенденция заключается в следующем – освободиться, успокоиться и угаснуть, лишь бы не суетиться, не испытывать надоевших страданий. То есть и литература пытается освободиться, но не столько сама литература пытается освободиться, угаснуть и успокоиться, сколько человек, которого литература репрезентирует. И человек – это не только писатель, но это и читатель. Это, в принципе, такое собирательное начало, которое отражает современную личность. Так вот, этот человек пытается уйти от суеты, избавиться от этой суеты, потому что человек, а вместе с ним и литература, устал находиться в постоянном процессе поиска. Человек устал быть, человек устал мыслить, человек устал существовать. Поэтому он стремится к следующему – к успокоению, к угасанию и к освобождению себя от обременения, от этих рамок бытия. И каждый человек так или иначе несёт свой какой-то конкретный крест. И на самом-то деле, в течение и исторической перспективы, и в течение своей какой-то частной конкретности, своей, например, жизни, человек просто устает от этого креста, от своей участия, от своей доли, от своего испытания, и стремится избавиться и освободиться от этой ноши. И поэтому общемировая литературная тенденция выражается в данном аспекте, в данной идее. Уйти от суеты в сует, отдалиться от этого и стать свободным. И вместе с этим угаснуть. Тоже весьма пессимистично. Собственно, чем же современная литература является? Во-первых, все большие писатели – это несчастные люди, много у них психических болезней и слабая выживаемость. Во-вторых, литература плодит мечтателей, отлетающих от реальности. В-третьих, литература увлекает иллюзиями, несуществующими личностями и поступками. И в-четвертых, литература – это такое пространство, в котором прячется недобитая интеллигенция. Теперь необходимо поговорить о проблемах литературного процесса. И первая такая проблема – децентрация. Она отличается оригинальностью, эпизодичностью и необязательностью. Нет консолидирующей фигуры, вокруг которой мог быть образован диалог. Такой фигурой не является ни Гарсия Маркес, ни Селлинджер, ни Павич, ни Белов, ни Распутин. Кстати, Белов и Распутин, в принципе, имеют косвенное отношение к современной литературной ситуации. Да, и публицистика интересует их больше, нежели поэтика. И, в принципе, нарастает ощущение факультативности каждого художественного текста. Но, опять-таки, трудно не прочитать, допустим, Каэльи, или книги о Поттере, или романа Дэна Брауна, потому что это популярно, все читают и об этом все говорят. Но, опять-таки, это не совсем литература в том понимании, в каком мы привыкли ее осмысливать. И нет литературных направлений и школ, которые были бы способны бороться за созданную ими эстетику. Как раз-таки за ту самую программу, о которой было сказано в начале. И тому, кто помнит о литературных спорах Серебряного века, о контекстах поэзии и прозы Серебряного века, сейчас может стать скучно. Вторая такая проблема – это массовость. Есть очевидная зависимость от экономического фактора, от массовости. И на первом плане не читатель, а именно покупатель, потребитель. Не обсуждение, а потребление. И видна ставка на формальный успех. И внешняя обреченность интеллектуального текста – это не особая тайна. Стоит только посмотреть на тиражи. И, кстати, проектность в литературном процессе на определенном должном уровне. Она, в принципе, хорошо себя реализует. И, кстати, вот трудно вскрыть писателю мечты о связи с газетами, с интернет-ресурсами, с телевидением прежде всего. И писатели сейчас превращаются в СМИ личности. Например, Быков, Ерофеев, Проханов, Прилепин. Это все СМИ личности. Не только писатели, но и СМИ личности. И заметно, что литература часто желает быть совершенно другим искусством. Желает превратить текст в кинопроизведение, чтобы его постоянно покупали, потребляли. Но кинопроизведение на сегодняшний день потребляется, покупается лучше, нежели текст. Потому что кинопроизведение, оно легче считывается, легче потребляется. И, кстати, то, что литература хочет быть другим искусством, желает превратить текст в кинопроизведение – это третья проблема. Четвертая проблема – культ телесности. Литература больше не боится изображать телесность. Она, в принципе, выводит на первый план все, что пыталась скрыть литература XIX века и начала XX века. На сегодняшний день в художественном тексте можно обнаружить и описание туалета, и описание процессов, которые происходят в туалете, и многое другое. То есть больше литература не боится, современная литература не боится изображать вот такие, ну, так скажем, константы что-ли бытия. Пятая проблема выражается в отсутствии героя. Трудно говорить о современном герое. Мир живет без идей, радуясь тому, что героев много, что героя нет. Есть умные пустотники, познавшие тщетность суеты, ну, тексты Кундера, Пелевина, Уильбека. Есть борцы с мировой закулисой энтропии, например, тексты Проханова или Прилепина. Есть также разные причудливые маньяки, готовые интеллектуально обосновать свой, так скажем, особенный путь. Это мы обнаруживаем в текстах Фауза, Зюзкинда, Сорокина, кстати, Эко, Картасара, Миллера. То есть вот такая вот система странных героев. Но не так уж много качественных изображений судьбы человека по-настоящему причастного обыденности мы обнаруживаем. Зато нет проблемы найти, например, Трикстера. И этот тип персонажа, представляющего такую гротескную, злую инверсию культурного героя, пребывает во многих текстах. И современный герой не Христос. Он Христос плюс Иуда. И в итоге торжествующая амбивалентность. Движение вверх согласовано с движением вниз. Например, рок-поэзия часто разрабатывает эту тему негативного героизма погибающих. Это мы можем увидеть и в текстах Кипелова, и в текстах Агаты Крести, и Гражданская оборона туда же, и Ария также. И, наконец, шестая проблема – это индотерманентность, то есть неопределенность. Мы живем в то время, когда очень сложно вывести конкретные константы, когда очень сложно быть определенным. И, в принципе, иметь перед собой определенное бытие и определенные проявления этого бытия. Сейчас сложно подобрать и организовать какую-то конкретную программу, чтобы возникло какое-то конкретное направление. Потому что направление после постмодернизма – это какая-то анреальность. Но так или иначе, это должно быть, это должно состояться. Да, постмодернизм тоже отличается этой индотерманентностью, потому что, по сути, если мы обращаемся, в принципе, к постмодернизму как идее, это сущая неопределенность. То есть постмодернизм, в принципе, не должен сам по себе иметь каких-то конкретных определений, пояснений, программы, потому что он это все отвергает. И вот эта индотерманентность из-за отвержения, в принципе, какого-то конкретного абсолюта, какой-то конкретной истины с большой буквы, оформленности, организованности, системы, из-за всего вот этого вот отторжения мы находимся в зоне неясности и неопределенности. И сейчас направление, которое должно якобы сменить постмодернизм, оно также неопределено и не оформлено в силу этой тенденции.